— Горей Кимович, хотелось бы, чтобы вы разделили какие-то события в этом году, положительные и отрицательные, именно во внутренней политике. — По-разному, на самом деле, выглядит. Из Госдумы видно одно, а мне почему-то видно другое. — Откуда? — На самом деле, не из Госдумы, в принципе. Я и по стране поездил много, и в этом году, и в прошлом, почти 30 регионов за полтора года посмотрел, от Владивостока до Калининграда. — Безусловно, произошло полное закрепление авторитарного режима, который сейчас делает все, чтобы стать несменяемым. — Путина? — Да, в данном случае путинский режим, хотя он ассоциирует не только с Путиным, а конкретно с системой, которая делает все, чтобы выборы превратились в фарс. Дополнительные законы были приняты, проштампованные Госдумой. Делается это у нас обычно за буквально 12 минут, в принципе, 3 минуты на 4 фракции. Очень много нарушений было в процессе принятия вот этих законов, всяких там антиэкстремистских и прочих, которые сейчас используются именно против политической оппозиции. Значит, не знаю о каких трехстах предотвращенных тарактов, говорит Владимир Львович, конечно, там на ней секретная информация в Госдуме, но то, что сейчас антитеррористический центр занимается регулярным выслеживанием и оппозиционных активистов, и предотвращением их участия в каких-то разрешенных конституционных акциях протеста, это очевидно. — Вы говорите о процессах, о событиях каких-то. — Так это на самом деле, в принципе, это законы, которые принимались в этом году. Просто Владимир Львович сказал про одни законы, я говорю про другие, которые, например, там вот этот вот последний закон. — Так отрицательные у нас. — Ну да, нет. — Обосмене явки, наверное. — Не, ну на самом деле очень важен закон, который, там, скажем, любую критику государства-чиновника считает проявлением экстремизма. Или, например, закон об экстремизме. Этих законов было много принято, но еще параллельно принимались другие законы, которые власти реально и нужны, потому что власть у нас давно уже сросла с деньгами, это классическая олигархия сейчас в России правит. Это, значит, все законы, которые... — Хорошо. — Лесной, лесной кодекс, водный кодекс, сейчас градостроительный кодекс принят. Это все позволяет, позволяет власти делать практически все, что угодно. Ну вот у вас в доме, там, или рядом с домом могут строить что угодно, хоть ядерный реактор. Экологические экспертизы отменяются. То есть идет тотальный процесс приватизации государства теми, кто находится сегодня в власти. Еще очень опасное явление, вот говорится, что с терроризмом стало лучше, вроде там в Чечне мы что-то порядок навели. Явление называется Кадыровщина. Значит, кадыровские бандиты просто уже наводят порядок, как они считают, в российских городах. Значит, там вот разборка в Питере какая-то там по переделу собственности. — Мясокомбинация Сапсон. В Москве просто, ну не средь бела дня, это было вечером, тем не менее, просто там выясняют отношения, совершают убийства. То есть на самом деле становится очевидно, что Чеченская война закончила для России поражением, потому что мы платим дать бандитам. Они просто поменяли форму сегодня, одели российскую форму. А для России это колоссальное унижение. Вот, и я очень боюсь, что эта тенденция в следующем году будет набирать силу, потому что Кадыров ясно играет в собственную игру. И никакого способа контролировать его нету, то есть он диктует условия. — Горя Кимович, я вынужден вас прерывать. Мы сейчас выйдем на рекламу, а я бы хотел, чтобы вы с следующего рекламного блока, вернее, после рекламного блока, какие-то рассказали положительные события, если они, конечно, есть. Спасибо. Вы смотрите «Политкоктейль» с Филиппом Леонтьевым. Мы продолжаем общаться о внутренней политике и о его итогах года. Ну, мне кажется, вот, Горя Кимович, то, что вы сказали, что власть сросла с деньгами, это не отрицательный момент, а даже положительный. Потому что, не дай бог, если бы они были еще и без денег, то нам пришлось бы ожидать плохих событий, потому что эти деньги опять бы перетекали куда-то. Так они и перетекают сейчас. То же самое Лондон и перетекают. Как там, в Макеавеле, там любая смена власти, это всегда падение рейтинга, можно сказать, государства, силы государства. И мне кажется, что люди, то, что у них есть какие-то деньги, это нормально. Мне кажется, что чиновники должны быть обеспечены, ну, конечно, должно быть открыто, прозрачно и за счет заработных плат, а не других каких-то бизнесов. Горя Кимович, какие-то еще положительные моменты вы наработаете? Еще положительные? Ну, я принципиально не согласен с тем, что тотальная коррупция в России это явление положительное. Ну, хорошо, это вы сказали. Мне кажется, что очень важно, что на самом деле... Один на один. Да, очень важно, что люди в России, многие сегодня начинают понимать, что эта ситуация далека от иллюзорной стабильности виртуальной, которую показывают федеральные телеканалы. И в России начала потихоньку создаваться оппозиция, не та, которая обычно выпистовывалась в Кремле. И вот то, что начала появляться вот такая политическая коалиция, как другая Россия, включающая разные совершенно политические силы, согласные с тем, что вектор развития сегодня страны принципиально не верен. И что нужно восстановить демократические нормы и решить самые-самые горящие социально-экономические проблемы. То, что эти столь разные политические силы, как левые, а также и либеральные, смогли найти общий язык, и вместо вот этой традиционной конфронтации в России научиться искать компромисс, я думаю, что это на самом деле важный шаг вперед. И не важно, как говорится, как дальше будет продолжаться вот выстраивание этой конструкции. Появилась принципиально иная концепция, которая может принести успех. Вот я здесь не соглашусь. Не важно фамилии, названия партии, но мы должны выбрать с вами. Очень высокий уровень демократии, и я за нее. Я со многими согласен, что происходит в нашей стране. Но чем выше будет уровень демократии, тем быстрее еще раз рухнет страна. Поэтому все, кто за свободы, за демократию, должны выбирать. В какой стране они хотят жить через 20 лет? В маленькой Московской республике, окруженной враждебными государствами. Или в большой стране России, которая еще является большой. Вот этого мы не хотим понять. Царь был плохой? Согласен я. Кто пришел? Слабый Керенский. Он плохой. Кто пришел? Ленин и Сталин. Они плохие. Брежнев и Ельцин. И Ельцин, да? Они ушли. Кто пришел? Ельцин и Путин. И опять мы все недовольны. Какой режим мы хотим? Если бы сейчас сказали, что мы испытали монархию, она сгнила. Советский режим сгнил. Демократия у нас не пошла. Дайте нам пиночета. Все, я бы пожал вам руку. Но вы снова хотите... Вы снова хотите развивать демократию? И вы правильно говорите, можно по-другому, другие демократы. Но итог будет один и тот же. Гибель нашего государства. Вы понимаете? Вот, например, проводим свободные выборы. Вы приходите к власти. Косянов, Каспаров, Рыжков, Лимонов. Что будет со страной? Ей будет конец. Вы понимаете, что вы в Кремле посидите полгода-год, и все закончится крахом. Это Ельцин понял. Ельцин 9 лет был и понял, что если оставить демократов у власти... Каких демократов? Еще 5 минут, и я вступлю в ЛДПР. Ну, я вам объясняю еще раз. Горя Кимович, на самом деле... Фамилия не важна, режим. Я говорю про режим. Что Россия не терпит демократии. Она гибнет. Я попробую сейчас перевести. Я понял, знаете... Это смысл ее. Я в состоянии... Россия должна быть авторитарной, иначе ее не будет. Давайте уезжать в свободную Польшу. А Россия не будет. Она не может быть демократической. Моя страна 25 лет играла под флагом. Вы ее не сможете. Никто не предлагает уезжать, это мы так, конечно, образно говорим. Я поддержу Владимира Вольфовича в каком плане? Я никогда себя не считал большим фанатом Путина. Но вот на одной из передач здесь, которая была посвящена 15 лет договора Беловежских соглашений... Дорбачев не имел никаких денег. Цены на нефть грохнулись. Экономика находилась в кошмарном состоянии. Цены на нефть при Путине поползли вверх. У Путина бесконечное количество денег сегодня. Именно поэтому он в состоянии еще как-то ситуацию удерживает. Но то, что произошло за годы путинского управления... Вот здесь я принципиально не ставлюсь Владимиру Вольфовичу. Это как раз обратный вектор развития. Вертикаль власти миф. Все это на самом деле держится на соплях. И то, что мы везем позорную политику на Дальнем Востоке. То, что в принципе фактически сдаем Китаю все позиции. То, что сегодня Чечня командует Россией. Это путинская политика. Согласен. Очень много плохого. Но на весах у нас стоит. Очень плохое. И крушение вообще. Понимаешь? Вообще крушение страны. Вот в чем проблема. Что мы, если мы совершим сегодня Октябрьский переворот, как он был тогда... То же говорит, слабый Керенский. Все летит там тарары. Ничего не получается. Войну проиграли. Везде банды. Что? Давай, вот они большевики. Войну не проиграли, кстати. В 17-м году войну выигрывали, между прочим. Я вам говорю, что ситуация была такая. Солдаты возвращались с войны. Бросали войну. Все. И сказали, давайте настоящую власть. Твердую власть. Сегодня, сегодня, итоги 26-го года. На самом деле, мне кажется, все принципиально иначе. Во-первых, ельцинско-путинский режим, я бы рассматривал его как единую историческую такую субстанцию. Да, в принципе, да. А я вот с вами не согласен. Я думаю, что это совершенно разные вещи. Абсолютно не значит. И это не вызывает к вам осуждение. Если ельцин, демократ, а Путин продолжает его линию, то что вы, демократы, недовольны? Почему мы демократы? Я вообще в парламенте не был. Нет. Ваша фракция проголосовала за все бюджеты, за всех премьер-министров, по всем политическим вопросам вы поддержали правительство. Включая залоговую приватизацию, по всем вопросам вынесут. Я не был в парламенте. Я вам говорю. Подождите. Вы не считаете. А не о демократической партии. Я говорю. Нет. Мы не говорим. Нет. Не о конкретных законах. Любимая ЛДПР, любимое детище президента в России. Да. Правильно, естественно. По всем вопросам ЛДПР всегда поддерживал власть. Какая бы она ни была. Все акты ельцинской власти, кстати, против импичмента Ельцинского, вы тоже против голосовали. Не голосовали. Владимир Восифович пытался вспомнить. Существует естественно. Поэтому очень важно понимать, что сложилась определенная система, никакого отношения к демократии не имеющего. Абсолютно никакого. Да. Эта система была авторитарной с самого начала. Да. Это единственный способ существования России. Вы этого не можете понять. Нет, не могу, потому что я вижу обратный результат. Да никогда другого в России не будет. Да потому что... Никогда не будет. Назовите период, когда Россия была демократической. Назовите. Когда? Когда она была демократической. Вы знаете, много стран никогда не были демократическими. Например, Тайвань никогда не был демократическими. Это тоже не является. Мы говорим про нашу страну. Мы говорим о том, что наша страна не может сейчас плестись в хвосте развития. Нам нужна модернизация страны, а не чудовищная коррупция. Это власть. Во-первых, вы говорите про власть, которая укрепляет страну. Но не может укреплять страну власть, руководство которой держит свои деньги личные и средства за рубежом. Во! Вот отсюда причина. Почему она не может по-другому действовать? Как не может? Вы называете эту причину? Может быть, вам одну партию организовать, если вы согласны? Что если все деньги за рубежом и оттуда контролируют нас, что мы даже сделаем? Это к Путину вопрос. Вот ровно это мы и хотим. Мы хотим, чтобы Россия стала самостоятельной, а не до того, как она была при Ельцине и Путине. Когда Путинский дружок Абрович, или его дружки Гарри, и Тимченко. Это власть, связанная с Западом, и деньги там, мы ее обрываем. Это власть коррупционная. Согласен. Согласен. Мы ее уничтожаем. Что мы с ней делаем? Что мы с ней делаем? Уничтожаем ее. Что мы делаем? Мы не делаем. Мы проводим нормальный выбор. Если вы победите на выборах. И вы побеждаете на выборах. А вы чистые демократы. Да нет, нет понятия чистые демократы. А что такое чистые демократы? Это такое же бессмысленное слово, как фашистик. Объявим свободный выбор. Объявили, отлично. И проиграет и Путин, и партия Единой России. Кто приходит к власти? Знаю. ЛДП. Может быть, вы и даже. Лишка. Может быть, даже вы. Давай, подождите. Огромная страна. А выходите к власти, пройти. Огромная страна. Мы убираем действующую власть. Да не убираем власть. И говорим. Власть уходит на выборах. Уходит. Да. Все, она ушла. Прекрасно. Пришли другие. Кто пришли? Не знаю. Галадранцы. Бедные. Ничего не берут. Ничего не знают. Все уезжают из России. Все с деньгами. Какие кошмары. Уезжают. А куда же они поедут? Они поедут туда, где их деньги. Уже уехало 15 миллионов. Еще уедет 10 миллионов. Вы останетесь с Санпиловым, с Сандыбином, с Лимоновым. И с Жириновским. И с вами. А вы тоже уедете? Нет. Мы будем отстреливать вас. Кого? Вас здесь оставшиеся. А вы знаете, что могут стрелять по очереди люди? Вот. И конечный итог. Гражданская война. Так это то, что вы хотите сделать. Вот то, что вы хотите сделать. Вы понимаете? Поэтому все идут голосовать за единую Россию. Все кончатся гражданские войны. Жириновские предлагают голосовать за единую Россию. Нет. Не надо. За кого-то. Каспарова, что ли? Не надо. Нет. Я просто ему объясняю. Нет. Обещать мне не надо. Он прав. Демократия плохая. Но не хочет видеть конечный результат. Нет. Конечный результат. Гражданская война. Октябрь 17-го. Никакой гражданской войны. Гражданская война. А что будет? Гражданская война была в последний эпизод. В 93-м году, кстати, был. Да. Между прочим. А почему он был? Потому что не хотели договариваться между собой. Да. И сейчас. И сейчас. Нет. Это вы не хотите договариваться. Мы как раз считаем, что должны быть правила нормальные для всех. Кто победит на выборах, второй вопрос. Гарри, я объясняю еще раз. При нормальных правилах победит оппозиция. Или вы, или коммунисты. Никто другой не победит. Коммунисты и оппозиция. Зюгану в карминейсе вместе с вами. Тем более, если вы побеждаете. Все. Побеждаете только вы. Новое движение, другая Россия. И чем это кончится все? Я еще раз говорю. Что-то кончится не для вас. Для страны катастрофой. Вот это жалко. Вы взяли, я не понял. Ну как опять? Вы знаете, я видел начальник. Вы начнете борьбу с коррупцией, правильно? Начнете борьбу? А нельзя коррупцией бороться? Нужно и нужно. И нужно, да? И вы начнете. Так. Вы должны будете убрать миллион чиновников. Семь генералов. Весь офицерский корпус. Всю милицию. Все сгнило. Все уберет. То есть коррупция хорошо. Россия стоит на коррупции. И будет калац. Коррупция система в России. Вот пробки в Москве. Вот так будет все остановится. Все остановится. Вы так думаете? Да. А может остановится? Все остановится. А почему пробки в Москве? Все остановится. Может быть потому, что она приватизирована Лужковым в Москве? Согласен. Убирайте московское правительство и рушится все в Москве. И все рушится? Да. Вот в чем проблема. Вы это понять не можете. Нет, я как раз могу понять. Я с вами согласен по всем описательным моментам. Но диагноз таков, что если наводить порядок, то случится граждане... То есть раковую опухоль трогать нельзя? Да. Да. Все. Время. Но рак смертелен. Вы понимаете? Нет. Это деньги. А вы как Кашпировский будете заговаривать ей опухоль, что она уходила и уходила. Если бы так был рак у одного человека, он бы погиб. Но раковая опухоль, как говорите, деньги, это люди живут, наслаждаются. Да не работает система, потому что вся система нацелена на обогащение чиновников. Вы с этим согласны? Но это лучше, чем гражданская война. Вы как не можете понимать? Гражданская война как раз не может быть, если мы все-таки попытаемся этого чиновника коррумпированного обуздать. Обуздайте. Так. Аресты идут каждый день. Кого арестовывают? Мэры городов. Глава администрации. Да свои разборки между собой. Между собойчик там. Я вам говорю. Зурабов не поделился с кем-то. Если не между собойчик, то это перестрелка на улицах. Вот Хамас и Фат в Палестине. Вот там между собойчик. То есть вы строите систему докужинства. Вы хотите в Палестине. Нас тронуть нельзя. Нет. Сейчас у власти Хамас. Мы хотим в Россию как раз. Я вам говорю, Палестина никогда не успокоится. Никогда не успокоится. И если вы будете действовать... А вы строите систему докужинства. Трогать нельзя. Тронете, все рухнет. Все, да. Поэтому Синий тихо. А вы хотите эксперимент? У нас было два эксперимента. Два было. Октябрь 17-го и 91-й. 89-й, 90-й. Было уже. Если бы не было, я вас поддержал. В 91-м году дважды мы уже. Дважды мы пытаемся. Это же проблема. Владимир Вольфович, в этом вы опасны. Самая отличная передача, это когда я могу просто стоять, бухать там и подливать гостям и ничего больше не делать. Но мы еще дадим немножко слова ребятам из зала. Дайте, дайте. Вот вопрос хотят задать. Дайте ребятам, я готов помолчать. Виталий Золочевский, Институт мировых цивилизаций. Подскажите, пожалуйста, вопрос господину Каспарову. Вы были участником марши несогласных под лозунгами несуществующей МБП «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Вы тоже стали маргиналом? Подождите, я еще не закончил. Вы передергнули в вопросе сразу. Я не передергиваю. «Сталин, Берия, ГУЛАГ» – это не лозунг МБП. Дальше. Хорошо. Вы тоже будете себя приковывать наручниками, захватывать администрации? И вообще, куда вы ведете свои пешки? Вы стали маргиналом? Так, значит, очень важно, значит, «Сталин, Берия, ГУЛАГ» лозунг был поднят провокаторами, молодогвардейцами, причем в толпе, когда лозунг держится 90 секунд, камера российского канала должна была стоять в нужном месте. Да, это была типичная провокация, как и все, что показывают по телевидению. Значит, теперь молодые ребята из МБП высказывают свой протест политический. Это нормальное левое радикальное движение. Это не маргиналы. Во всем мире эти люди пользуются уважением. Они защищают общие права, общие права. Они говорят про демократию, они говорят про возврат вкладов, которые... Кстати, а что до Госдумы не следить за выполнением законов о возврате вкладов? Следим. Не следите! Не следите! Вам сколько лет? Мне достаточно, я помню, что 1991 год. Через 20 лет и вам дадим. Сейчас идет кому 70 лет. Давали кому 90, 80, сейчас даем кому 70 лет. Значит, все неправда, значит, потому что в 1995-1996 году были приняты законы о индексационном, выплатах. Вы это не делаете. Ну, Харри, в 1996 году мы приняли закон о отмене ратификации Беловеческих соглашений. Это означает восстановление Советского Союза. Мы его восстановили? Нет. Мы же приняли. Сейчас есть 100 миллиардов в студенционном фонде. Марк 1996 года. Мы отменили Беловеческое. Значит, в принципе, очень важно, что сегодня есть смелые ребята из разных организаций, которые отстаивают свои конституционные права. И говорят они именно о социальных лозунгах, а говорят не о себе, а о том, что можно и нужно сделать для всей страны. И то, что власть так жестко с ними обращается, это просто показывает, что власть боится любой формы организованного протеста. А маргиналы не мы. Маргиналы – это молодая гвардия нашей, которая за деньги устраивает провокации. Власть не боится, Гарри. Она обеспечивает безопасность всех граждан. Вы видели безопасность? Всех. 16 декабря на улицах Москвы были? Был. Были? Был. 8,5 тысяч. ОМОН. ОМОН. Собаки. А зачем? Собаки. Вертолет. Колючая провода. Тренировка. 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 Репетиция. А почему репетируют? Ведь я в динамиром году, ЛДПР, мы в открытую поддержали ККЧП. Кто был прав? Мы. Ведь мы поддержали. Если бы ККЧП выиграла бы, сегодня оставалась великая страна. И была бы другая экономика. Все по-другому. Вы были за ККЧП? Да, я был за ККЧП. Нас говорили, что мы фашисты. Запретили партию на территории Москвы на месяц. Но прошло 15 лет. Все в порядке, Владимир Владимирович. Все в порядке. С вами ничего не случится. Как и сейчас. Я за вас не волнуюсь. Я откровенно говорю. За вас я не волнуюсь. Подавлять любые выступления против власти. Самым жестоким образом сохранить страну, население, экономику и деньги. Вот типичный момент. Значит, принцип. Подавлять. Должны привлекать вас за статью по подрыву конституционного устроя. Потому что вы сейчас. Я говорю, у интереса государства. Нет, нет, нет. Это как раз та самая статья, по которой сейчас привлекает многих оппозиционных активистов. Правильно. Вы требуете нарушать Российскую Конституцию. Да, требую дальше. Это очень важно. Вы требуете нарушить Российскую Конституцию. Нет. Потому что вы говорите о том, что подавлять, независимо ни от чего. Мы выходим в полном соответствии. У нас уже есть уголовное дело, Владимир Вольфович. Законы, которые вы же приняли, ваши же драконовские законы, мы все равно по ним действуем. И вы их же нарушаете. Вы, Лужков, Нургалиев. Царь не занял жесткую позицию и рухнула Великая Российская Империя. Горбачев не занял жесткую позицию. Да у царя немецкие шпионы были в окружении. Так же, сейчас Путин отчетился в Ашиптовском обкоме. Поэтому вынужденная мера. Еще раз говорю. Гарри, не надо мать молодежь. Ведь миллионы нас услышат и увидят. У нас с вами. Миллионы, благодаря вам, нас не увидят. Это молодежный телеканал. У нас с вами. Как говорится? Интернет идет. У нас он вышел сюда, а уже через спутник можно и в Австралию. А давайте месяц поговорим вот так вот на первом канале. Интересно, сколько времени эти рейтинги будут держаться? Поговорим там о путинских другах, об этих миллиардах, о том, откуда у Абрамовича деньги. Все плохое, что вы говорите, я согласен. Мы с вами отличаемся в методе лечения. Давайте представим, в России больной человек. Вы готовитесь к похоронам, а я хочу, чтобы пророжила. Вы хирург и я хирург. Вы говорите, надо делать операцию. Вы требуете такой. Я говорю, не надо делать. А я сказал, больной умрет. Нет, будем врезать. Не хочу, чтобы больной умирал. Я даю лечение, и больной выздоровеет. Вы говорите, я сделаю операцию. Мы имеем право. У нас есть лекарства. По конституции я имею право подойти к нему. Имеете право подойти, я вас не пущу. А почему? Потому что вы уничтожаете больного. Нет, это все. Вы врач, вы уничтожаете больного. Это сила. Консилиум. Да вы даете больному наркотики. Морфы колите, чтобы никто ничего не чувствовал. Государство имеет право принять меры безопасности. Государство имеет единственное право. В интересах большинства. Нет, это не большинство. Это кучка людей, насквозь коррумпированных чиновников. М меньшинство, которое извещает себя, государство имеет Он имеет право выполнять закон, который существует в стране. Вы, кстати, эти законы принимали. Я требую ровно одного, чтобы государство защищало порядок. Законно. У вас есть проблемы? Вот так же говорили демократы в 88-м, 7-м, 9-м и так далее. При выборах президента Ельцина, они так говорили. Голосуйте за Ельцина, и страна расцветет. У нас будет демократия. А я говорил, я был его оппонентом. Я говорил, голосуйте за Ельцина, то страна рухнет. Будет гражданская война, будут болезни, преступность. В этом году была масса возможности. Господа, вынуждены вас прервать. Давайте маленький тостик. Я был прав. Давайте вопрос. Я был прав. Нет, давайте сейчас тостик. А вы до сих пор не можете признать. Консенсус. Да. Пожалуйста. И выходим на рекламу. Да. У нас диспут идет во время рекламной паузы, но мы все-таки дадим еще слово зала Владимира Горюнов. Добрый вечер, Владимир Горюнов, Ассоциация политических экспертов и консультантов. А давайте мы попробуем распутать весь этот клубок, который здесь образовался в течение двух предыдущих частей передач. Я согласен очень со многим, что говорили оба эксперта. Мы с вами эксперты. Ну, политики, хорошо, извините, я привык. Значит, и с тем, так сказать, как Гарри Кимович описал ситуацию в Чечне и с влиянием Чечни, да, и с тем, что, собственно говоря, многие вопросы, не многие, а практически все вопросы не решаются по, грубо говоря, причине того, что вся наша элита действует по известному изречению Матфея, где сокровище твое, там будет и сердце твое. А сокровище ее находится, как известно, за границей. Только у меня один вопрос-то, а кто в этом виноват? Гарри Кимович, а у господина Касьянова нет за границей никаких счетов? Гарри Кимович, я очень хорошо помню и 90-91 год. Вы были в самом руководстве демократической России. Значит, все эти, так сказать, всю эту систему отстраивали, если не вы лично, то ваши друзья единомышленники, да, так сказать, по демократической России. Это их стараниями было, так сказать, создано. Значит, если что, чиновники, так сказать, при Ельце не воровали, они не воровали столько, но, простите, зато, так сказать, вот ваши так называемые предприниматели очень здорово превращались в олигархов и вообще без всякого, так сказать, внедрения в страну уводили эти деньги туда же за границу. Владимир Ольфович, вы очень здорово ратуете за, так сказать, Россию, при этом вашими руками и вашими словами. Я не вопрос задаю, я не вопрос задаю, я делаю комментарий. Вашими устами и вашими словами в этом году было, так сказать, осуществлено колоссальнейшее же наступление на русское патриотическое движение в стране, да, и разгром. Ну, так сказать, как бы вашу борьбу с Родиной, все прекрасно все видели. Ну, конечно, не, ну, давайте не будем, так сказать, говорить, кто из нас фальшивка, да. Вас обманывают. В общем, в случае Родина, вашей партии не голосовала против эпично-то Ельцину, да, не надо. А вы голосовали против, когда, так сказать, не хватало у коммунистов. Ну, я это помню, все хорошо, да. Все же буду коммунистов поддерживать, а не коммунист. Господа, может быть, ситуация такова, что, да, Россия, наверное, так сказать, как бы станет другой и возродится, но после того, как ее возрождать, будут не те люди, которые сейчас в той или иной степени находятся либо у власти, либо у денег. Спасибо, Владимир. Гарри Кимович, вопрос, вот, действительно, я попробую это перевести. Потому что я считаю, что действительно истоки, истоки сегодняшних проблем надо искать в 90-м, в 91-м, в 92-м, в 93-м году правильный. А у вас был такой путь, я смотрел, что все демократы тоже были недемократами. Нет, подождите, на самом деле... Вы же были и в ЦК Купейский, и в коммунистической партии СССР. Ну, естественно, было, что я себя герою не порчил, между прочим. Потом в демократической партии выбора Гайдаровской. Нет, Гайдаровского угря не было никогда, не надо. Значит, в 91-м году, на самом деле, произошло очень неприятное событие, потому что номенклатура, в принципе, сохранила свои позиции. Вот, значит, очень важно понимать, что то, за что ратовали в 91-м году на Манежной площади, не было реализовано. Гайдара и Чубайса на Манеже не было. Это кабинетные чиновники, которые прошли через приемную Бурбулеса к Ельцину и создали так называемое правительство Камикадзе. Значит, я всегда говорю про это правительство, что те, кому там не повезло, стали миллионерами. Гайдарик, не надо мелочи. Нет, это человек задал вопрос, что все то, что вы сейчас сказали плохое про нынешний режим, все это было сделано при Ельцине. Заложено. Да, да. И, кстати, вот, но, подождите. И вы правильно говорите, что они не были демократы, и вы не демократы. А, нет, секундочку. И коммунисты у нас не коммунисты. Подождите, я вообще считаю, что... Что делать теперь? На самом деле, в России есть много разных людей. Понимаете, давайте вот честно скажу, если сегодня проходят свободные выборы, вот просто свободные выборы в парламенте. Побеждают две партии. КПРФ и ЛДПР. Значит, неправда, значит, мой прогноз принципиально иной. Значит, на самом деле партий будет очень много. И КПРФ и ЛДПР пройдут, безусловно, но не будет ни у кого, явного большинства. Очень много партий, если всем дадут возможность участвовать, нормально, без этих запрещений. И будет такой разношерстный парламент. Правильно, можно, секундочку, и учиться договариваться все равно придется, если мы хотим спасать свою страну. Согласен, но не я же это делаю. Это власть вас боится. Я вас не боюсь. Как это я не понял? Власть боится. Вы как раз и все. Да вы боитесь, что ли? Из двух зон выбираем. Они не хотят, чтобы было много. А вы хотите, чтобы вас было много. Вы выработали удивительную форму. Такое индивидуальное частное предприятие, в принципе, ЛДПР. Блестяще работает, блестяще работает. Должен сказать, что как бизнесмен вы удались. А политика это отношение, с моей точки зрения, не имеет. Потому что вы точно знаете, что можно делать, а что нельзя делать. Интуиция феноменальна. А это и есть политика. Политика это и есть. Соловьевы и Мавроди в тюрьме, а вы в госбуре. Или политика, или гражданская война. А у вас бизнес. А это и должно быть бизнесом. А чем это должно быть? Политика бизнеса. А чем это должно быть? Нет, политика не может быть. А как она? А где она находится? Нельзя так. Это президент, это что, не бизнес? Министр, это не бизнес? Обернатор. Да все бизнес, конечно. Торганули должностью. Торганули должностью. Все продается и все покупается. А что, вам не платили за чемпиона мира по шахматам? Я выигрывал это. Так правильно, и мы выигрываем. Власть выигрывает. Нет. Идеи не получаются. Идеи не получаются. За вас нарушение закона. Конституцию нарушается. Закон нарушается. И вы нарушаете. Спортсмены допинг упределяете. Колосс не победил. Колосс не победил. Какая разница? Ладно, давайте дать девушке слово. Пять миллиардов, пятьдесят миллиардов долларов. Я не в футбол играл. Господа, послушаем, как устанет женщина, глаголит истина. Владимир Вольфович. Все мужчины не имеют любовницы? Владимир Вольфович. Все имеют любовницы. Все имеют? Владимир Вольфович. Все грязные, все воры. Пожалуйста, вопрос из зала. Владимир Вольфович, господа. Воры, жицы и подлецы. Весь мир. Весь мир. Коллеги. Коллеги. Вы многое знаете на собственном опыте. В родильном доме. Сейчас я сниму. За вас в Баку, в родильном доме, ваши родители платили. Акушерки. Вы что, не знаете об этом? Владимир Вольфович. Такой обычай. Берут сладенца приезжать, нужно дать санитарке. На такси вас везли. Платили больше, чем по счетчику. Вопрос, Владимир Вольфович. Давали денег больше. Что вы делаете с депутатами, которые не слушают спикера? Тотальная коррупция. Вольфович, Владимир. Вы как вице-спикер Госдумы. Если вы депутат, вы отключили бы мой микрофон? Я сейчас включу микрофон. Вы здесь все бомжи и шариковы. Если вы позвали одного гения, послушайте, я к вам больше не приду. Кстати говоря, я правду с собой. Я к вам больше не приду. Я считал, что... Ведь Гарик Аспаров отрицает то, что я гений. Если я остался во власти, а он не может пройти, он говорит, я плохой. Так пройди, как я. По-другому пройди. Я в свое время считал, что Жириновский, это шут Головковой. Дубинками, погоди. То есть какое-то время... Дубин смело вывезли за спиной ОМОНа. А может вывезли свои фразы гении. И Каспарова. Я не говорю. Он отлично транслирует мысли из Кремля. Вы путаете. Зюганов с вами у Путина сидит. Зюганов все не сказал в Ташкент. Человек умер в Ашхабаде, он даже не знает географии. Ничего страшного. Вы тоже многое не знаете. Это Шариков из деревни Мымри, Орловской области. Примитивный дегенерат. Вот кто сегодня возглавляет КПР. Владимир Вольфович, вопрос к гению сейчас можно задать? Все столицы мира. Задайте, пожалуйста, вопрос к гению. Давайте, девушка. Суринам. Девушка, послушаем. Алена Кореницына, Российская правовая академия при Минюсте Российской Федерации. Гению вопрос к Каспарову. Нет, у меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. Не хочет Каспарову. Задайте ему вопрос. Да нет, я хотела бы поинтересоваться у вас. Я давно слежу, интересуюсь вашей карьерой. Вы добились больших успехов на политической арене. И у меня возникает законоперный вопрос. Как вам все это удается? Как вы все успеваете? Вы не могли бы поделить? При коммунистах появились демократы слабые. И я помогал коммунистам душить демократов. Потом побили демократы. Я стал демократом помогать душить коммунистов. Сейчас появился во время путинского режима Каспаров-Касьянов. Я помогаю режиму душить их. Каспаровых. А потом будете помогать Каспарову-Касьянову душить коррупцию путинскую. И это и есть политика. Мы должны выиграть бой. И в бою не обязательно идти танками вперед. И не важно, на кого душить. А идти за танками, да? Танки подавят, а мы придем потом. Идите вперед и погибайте. Мы будем вас хоронить. Я очень люблю травмную процессу. С почестными. Очень люблю. Побеждать и хоронить это единственное достижение России. Российское государство умеет побеждать. Мы только это умеем. Нам Берлин взять и хоронить. И хоронить. Все остальное мы не умеем. Все остальное мы должны купить. Вообще, вы знаете, мы еще в шахматы играли. Вы не заметили? Шахматы, да. Случайно мы прорываемся на дачи чемпионов мира. Вообще. Но футбол и все остальное уже не получается. И шахматы вы выигрываете. Потому что это великая страна, где сумасшедший дом всегда. И все шахматисты не сумасшедшие. Серьезно? Мы порождаем чемпионов мира. А когда нужно играть уже классический. Классический вариант. Как футбол. Любой другой. Судью купить. Судью купить. Даже это не можем. Даже это не можем. Да это уже не можем. Вот эти 10 игры. Что? Нам не надо провести в Сочи. Мы не умеем дать. Олимпийский комитет нужно всем заплатить. А смысл, чтобы провести в Сочи? Я думаю, бабки украсть. Нет. В смысле провести сперва. Да кому провести? Там Куршевель строят. Да не разрешат. Куршевель строят. Куршевель строят. Кому же это надо? Гарри, нам провести Олимпийские игры. Так цели такой нет уже. Есть цель. У кого цель? На будущий год Лозанне будут решать. Где будут Олимпийские игры? Зальцбург. Сами знаете. Поэтому я говорю, что мы не умеем. Даже дать не можем. Вот дайте нам задание взять Зальцбург. Мы его возьмем. И Лозанну. Но выиграть там. Ничего не возьмете там. Виттуальный спор. Или по деньгам мы не можем. Все разворовали в армии тоже. Гении. Это делают гении. Гении. Воруют. А вот Шариковы, рабочая христианская власть, которая в 18-м году пришла. Которых вы обворовали. Не умеют они даже брать не умеют. Пока они вот так вот насыдятся, они сдохнут в деньгах. Они не останавливаются. Это вакуум. А тех, кто берется, тех, кто берет. Я предлагаю по очереди сейчас, чтобы каждый из вас подвел итог этого года. В баллах, в долларах, в рублях. И сделал какой-то прогноз. Гарри Кимович, может быть вы? Давайте. А то он скажет, что я ему мешал выступать. Мне такое могло в голову прийти просто. Не, ну я думаю, что сегодня Владимир Владимирович дал сказать мне больше, чем обычно своим оппонентам. Поэтому я уже считаю это победой моральной. Я думаю, что совершенно очевидно, власть действительно взбесилась. В принципе, с этим мы согласны. В 2007 году начнется, уже будет продолжаться драка за власть, потому что непонятно, то ли Путин будет уходить, то ли они пытаются его заставить остаться. Уже по телевизору говорят про какие-то темные кремлевские силы. В 2007 год, к сожалению, будет год нестабильности политической, потому что принять решение, которое позволило бы сохранить эту вертикаль власти, эта власть не в состоянии. И мы увидим очень много событий, вот как этой схватки бульдогов под ковром в Кремле, которые станут уже достоянием общественности. И я полагаю, что оппозиция, несмотря на то, что говорит Владимир Вольфович, она будет набирать силу, потому что совершенно очевидно, когда в Кремле идут процессы дезинтеграции, необходимо иметь какой-то центр кристаллизации. Оппозиция, я надеюсь, в 2007 году сможет предложить идею кристаллизации, идею сохранения России, а не разворовывания, растаскивания по частям, как это делает сегодняшняя власть. Еще раз подтверждаю вывод Гарри, что он пытается сказать, что политика и бизнес это разные вещи. Вся политика построена на деньгах, вся политика построена на лжи и на страхе. Это было всегда и будет всегда. Если вы хотите политику без денег, без страха, как наивные девочки, выйти на цене, я вам говорю, нельзя. То есть надо лгать всегда? Всегда будет ложь. Обмануть? Коммунисты лгали, демократы, патриоты, все. ЛДП лужет постоянно. Зачем ты вот это переводишь? Я говорю про классический вариант. Второе. А вы и не традиционный вариант. Почему опасны Гарри, Каспаров, Касьянов, другая Россия? Действительно, в Кремле есть силы, которые хотят спровоцировать на введение по-настоящему тоталитарного режима. И за деньги, он даже не знает Гарри, Каспаров, подсылают к ним нацболов, скинхедов, садят обстановку в стране, смотрите, фашисты, смотрите, что происходит, что они хотят. Они даже это не понимают, что есть слепое оружие для тех темных сил в Кремле, которые заставят Путина перейти. Фамилии. Не надо фамилии. Называйте фамилии, вы же все знаете. Я вам говорю про суть, что вы сами против чего боитесь, против чего выступаете, способствуете приходу их власти. Нам нужно сказать ситуацию. Их, те, кто его ненавидит. Те, которые хуже. Фамилии. Опять фамилии. Называйте фамилии. Друзья, дело фамилии. Нет, именно фамилии. Какая разница, кто вас будет бить дубинкой по спине? Петров, Сидоров, Иванов. Какая разница? Мы говорим про принцип. Принцип. Что вы своими действиями действительно подведете ситуацию, и действительно в стране будет диктатура. Вы же будете виноваты. Мы будем виноваты. Конечно. А если мы будем вести себя нормально, в рамках закона, вот вам надо разрешение, получайте, проводите митинг. Ну, вы говорите, только шествие. Не дадите, будем идти. По закону. Будете стрелять? По закону. Нам мы тоже просили, нам не дали. Вы провели только на площади. Все. Это ваша проблема. А что вы хотите спровоцировать? По закону. По закону любое правительство может дать провести шествие за пределами города Москвы. Вы прочитаете закон, который принимается. Что написано точно в центре Москвы? Где угодно. Нет. Вы иногда читаете законы, которые принимаете. Я читаю. Я вам еще раз говорю. Федеральный закон 54. Прочитайте его. Любой орган власти имеет право перенести место проведения и время. Время, да. А формат нет, не имеет права. Формат не имеет. Формат? Формат? Не имеет. А место? Я говорю про место. Правильно. Вы же понимаете. В течение трех дней должен сообщить информацию. Не сообщил. Формат не имеет права менять. Вы понимаете, что я еще раз говорю. Я законы читаю. Формат может быть, какой вы хотите. Правильно. Но место проведения. Вам дают капотнюю, вы там сами не пойдете. Все. Вопрос закрыт. Они дураки. Они вам дали бы капотнюю, вы бы сами сказали, мы не пойдем, там вопрос закрыт. Нет. Дураки. Это следующий вопрос. Следующая категория. Господа, давайте вопрос. В политике это и есть. У нас сегодня в политике Шариковы. Это кто, Лужков вы имеете в виду? Вы сказали про московскую власть. Всех. Все чиновники. Они Шариковы, тупые и голодные. Их можно убрать, чтобы через гражданскую войну. Ружков непохож на голодные. И гражданская война опасна. Мы с ним перестреляем снова друг с дружбой. Вот в чем проблема. Господин Виктор, можно вопрос? Допустим, рабочий, крестьян. Все необразованные. У всех нет генетического кода. Допустим, на двух языках говорит. А кто у него отец? А я не знаю. Рабочий. Вот так, да? Не академик, не гений. Рабочий. Простой рабочий Ленинграда. Ну, только у вашей висе отец гений. Мы же знаем. У меня мой дед фабрикант. А мой отец окончил два факультета французского университета. Ну, давайте уже в личное не будем сейчас погружаться. Вопросы с зала, пожалуйста. Документы. Добрый вечер. Меня зовут Артем. У меня небольшое, скажем так, подведение итогов этой передачи. Вы сегодня обсуждали подведение итогов. Вот гений, а не шариков. Понимаете? Вы здесь болтали, а люди будут подводить сейчас итоги передачи. Нет, но я хочу не подвести итог, а, собственно, спросить об итоге года. И спросить вопрос такой. А политика и вот Дума, какие-то движения, шествия наши, против наших, еще за кого-то. Зачем? Для чего вы вообще? Отвечать вы будете? Я буду. Нет, я задал вопрос. Пожалуйста. Значит, все эти вот наши, молодая гвардия, это власть делает в ответ на то, что делают другие. Нет, что, вопрос не власть. Для чего вы, как политики, существуете вообще? Для выражения общественного мнения. Социальные группы не могут анарктически выходить на улицу и что-то говорить. А как же бизнес, Владимир Владимирович? Создаются разные политические люди. Следуя вашему разговору, то, что я слышал на передаче, то есть вы обсуждаете то, что политики, там, коррупционеры, там, некоррупционеры. Как и граждане. Стоп. Это, в первую очередь, граждане по конституции. Но, во вторую очередь, это люди, облеченные какими-либо полномочиями. Так вот, какими полномочиями вообще вы облечены? Вам передает свою власть народ. Ну, как следствие демократии, якобы, да? Да. Чем занимаются политики? Мы видим склоки, то есть распри между партиями. Так вы что, выражаете волю народа? Фактически народ должен за вас выходить, драться? Или что вам? Если вы не сочетитесь спором. Зачем вы? То есть мы существуем... Если даже две партии, уже будет спор. Уже будет спор. Нет, если вы видите жены... Простите, есть две группы людей, которые выражают. Вот я выражаю волю Воланю Иру Вольфовича, предположим, ЛДПР. И другая партия, то есть группа людей, по сути, выражающая волю Гарри Кимовича. На самом деле, господа, времени на ответ уже нет. Я прошу прощения. Вопрос на самом деле понятен для чего. Расскажите, зачем вы существуете? У вас есть право раз в четыре года выбирать политическую структуру. А я хочу каждый день иметь право. Все анархия. Нет, раз в четыре года. И потом мы будем делать... То есть я только могу раз в четыре года. То, что мы решим делать. То, что мы решим. Если за четыре года вам не нравится, вы за другую партию будете голосовать. А я тебе хочу завтра. Что завтра? Ну, чтобы не было... Сипушку. С Клифосовского. А спасибо. Я, к сожалению, господа, время нашего эфира истекло... Гарри Кимович, прошу прощения. С Клифосовского. Я предлагаю выпить все-таки за то, чтобы мы пытались достигнуть хотя бы какого-то консенсуса. Да, да. Ну и за победу, за нашу победу. Да, давайте. Это все-таки была свобода. Что обвиняет сильнее вина? Лошадь, женщины, власть и война. Гарри Кимович, хотелось бы, чтобы вы разделили какие-то события в этом году, положительные и отрицательные. Именно во внутренней политике. По-разному, на самом деле, выглядит. Из Госдумы видно одно, а мне как-то почему-то видно другое. Откуда? Ну, мне просто... Ракурс на Кремль? На самом деле, не из Госдумы, в принципе. Ну, я и по стране поездил много, и в этом году, и в прошлом, все-таки, почти 30 регионов за полтора года посмотрел от Владивостока до Калининграда. Значит, безусловно, произошло полное закрепление авторитарного режима, который сейчас делает все, чтобы стать несменяемым. Путина. Да, в данном случае путинский режим, хотя он ассоциирует не только с Путиным, а конкретно с системой, которая делает все, чтобы выборы превратились в фарс. То есть, дополнительные законы были приняты, проштампованные Госдумой. Делается это у нас обычно за буквально, я не знаю, 12 минут, в принципе, 3 минуты на 4 фракции. Очень много нарушений было в процессе принятия вот этих законов всяких там антиэкстремистских и прочих, которые сейчас используются именно против политической оппозиции. Значит, не знаю о каких трехстах предвращенных тарактов, говорит Владимир Львович, конечно, там на ней секретная информация в Госдуме, но то, что сейчас антитеррористический центр занимается регулярным выслеживанием и оппозиционных активистов, и предотвращением их участия в каких-то разрешенных конституционных акциях протеста, это очевидно. Вы говорите о процессах, о событиях каких-то. Так это на самом деле, в принципе, это законы, которые принимались в этом году. Просто Владимир Львович сказал про одни законы, я говорю про другие, которые, например, там вот этот вот последний закон. Так отрицательный он. Ну да, нет. На самом деле, очень важен закон, который, там, скажем, любую критику государства-чиновника, значит, считает проявлением экстремизма. Или, например, закон об экстремизме. Закон об экстремизме. Этих законов было много принято. Но еще параллельно принимали другие законы, которые власти реально и нужны, потому что власть у нас давно уже сросла с деньгами, это классическая олигархия, сейчас в России правят. Это, значит, все законы, которые... Это хорошо. Лесной, лесной кодекс, водный кодекс, сейчас градостроительный кодекс принят. Это все позволяет, позволяет власти делать практически все, что угодно. Вот у вас в доме, там, или рядом с домом могут строить что угодно, хоть ядерный реактор. Экологические экспертизы отменяются. То есть идет тотальный процесс приватизации государства теми, кто находится сегодня у власти. Еще очень опасное явление, вот говорится, что с терроризмом стало лучше, вроде там в Чечне мы что-то порядок навели. Явление называется кадыровщина. Значит, кадыровские бандиты просто уже наводят порядок, как они считают. В российских городах. Значит, там вот разборка в Питере какая-то, там, по переделу собственности. Мясокомбинация Сапсон. Мясокомбинация Сапсон. В Москве просто, просто смотрите, ну не среди бела дня, это было вечером. Тем не менее, просто там выясняют отношения, совершают убийства. То есть, на самом деле, становится очевидно, что Чеченская война закончилась для России поражением. Потому что мы платим дать бандитам. Они просто поменяли форму сегодня, одели российскую форму. А для России это колоссальное унижение. Вот, и я очень боюсь, что эта тенденция в следующем году будет набирать силу, потому что кадыров ясно играет в собственную игру. И никакого способа контролировать его нету. То есть, он диктует условия. Гарри Кимович, я вынужден вас прервать. Мы сейчас выйдем на рекламу, а я бы хотел, чтобы вы с следующего рекламного блока, вернее, после рекламного блока, какие-то рассказали положительные события, если они, конечно, есть. Спасибо. Вы смотрите политкоктейль с Филиппом Леонтьевым. Мы продолжаем общаться о внутренней политике и о итогах года. Ну, мне кажется, вот, Гарри Кимович, то, что вы сказали, что власть сросла с деньгами, это не отрицательный момент, а даже положительный. Потому что, не дай бог, если бы они были еще и без денег, то нам пришлось бы ожидать плохих событий, о том, что эти деньги опять бы перетекали куда-то. Так они и перетекают сейчас? Как там по Макеавелле, там любая смена власти, это всегда падение рейтинга, можно сказать, государства, силы государства. И мне кажется, что люди, то, что у них есть какие-то деньги, это нормально. Мне кажется, что чиновники должны быть обеспечены, ну, конечно, должно быть открыто, прозрачно. И за счет заработных плат, а не других каких-то бизнесов. Гарри Кимович, какие-то еще положительные моменты? Еще походите? Ну, я принципиально не согласен с тем, что тотальная коррупция в России – это явление положительное. Ну, хорошо, это вы сказали. Мне кажется, что очень важно, что на самом деле… Один на один. Да, очень важно, что люди в России, многие сегодня начинают понимать, что эта ситуация далека от иллюзорной стабильности виртуальной, которую показывают федеральные телеканалы. И в России начала потихоньку создаваться оппозиция, не та, которая обычно выпестовывалась в Кремле. И вот то, что начала появляться вот такая политическая коалиция, как другая Россия, включающая разные совершенно политические силы, согласные с тем, что вектор развития сегодня страны принципиально неверен. И что нужно восстановить демократические нормы и решить самые-самые горящие социально-экономические проблемы. То, что эти столь разные политические силы, как левые, а также и либеральные, смогли найти общий язык, и вместо вот этой традиционной конфронтации в России научиться искать компромисс, я думаю, что это на самом деле важный шаг вперед. И не важно, как говорится, как дальше будет продолжаться вот выстраивание этой конструкции. Появилась принципиально иная концепция, которая может принести успех. Вот я здесь не соглашусь, не важно фамилии, название партии, но мы должны выбрать с вами. Очень высокий уровень демократии, и я за нее. Я со многими согласен, что происходит в нашей стране. Но чем выше будет уровень демократии, тем быстрее еще раз рухнет страна. Поэтому все, кто за свободы, за демократию, должны выбирать, в какой стране они хотят жить через 20 лет. В маленькой Московской республике, окруженной враждебными государствами, или в большой стране России, которая еще является большой. Вот этого мы не хотим понять. Царь был плохой, согласен я. Кто пришел? Слабый Керенский. Он плохой. Кто пришел? Ленин и Сталин. Они плохие, Брежнев и Ельцин. Они ушли. Кто пришел? Ельцин и Путин. И опять мы все недовольны. Какой режим мы хотим? Если бы сейчас сказали, что мы испытали монархию, она сгнила, советский режим сгнил, демократия у нас не пошла, дайте нам пиночета. Все, я бы пожаловал вам руку. Но вы снова хотите развивать демократию, и вы правильно говорите, можно по-другому, другие демократы. Но итог будет один и тот же. Гибель нашего государства. Вы понимаете? Вот например. Проводим свободные выборы. Вы приходите к власти. Касьянов, Каспаров, Рыжков, Лимонов. Что будет со страной? Ей будет конец. Вы понимаете, что вы в Кремле посидите полгода-год, и все закончится крахом. Это Ельцин понял. Ельцин 9 лет был и понял, что если оставить демократов у власти... Каких демократов? Еще 5 минут, и я вступлю в ЛДПР. Ну я вам объясняю еще раз. Горя Кимович, на самом деле не важно. Режим. Я говорю про режим. Я понимаю, чем он говорит. Что вы делаете с депутатами, которые не слушают спикера? Тотальная коррупция. Вольфович, Владимир, вы как вице-спикер Госдумы. Если вы депутат, вы отключили бы мой микрофон? Вы здесь все бомжи и шариковые. Если вы позвали одного гения, послушайте, я к вам больше не приду. Кстати говоря, я абсолютно согласен. Я к вам больше не приду. Ведь Гарри Каспаров отрицает то, что я гений. Если я остался во власти, а он не может пройти, он говорит, что я плохой. Так пройди, как я. По-другому пройди. Я в свое время считал, что Жириновский это шут. Горяки, как называют, дубинками. Он отлично транслирует мысли из Кремля. Вы путаете. Зюганов с вами у Путина сидит. Зюганов все не сказал в Ташкент. Человек умер в Ашхабаде, он даже не знает географии. Это Шариков из деревни Мымри, Орловской области. Кримитивный дегенерат. Вот кто сегодня возглавляет КПР. Владимир Вольфович, вопрос к гению сейчас можно задать? Все столицы мира. Задайте, пожалуйста, вопрос к гению. Давайте, девушка. Суринам. Девушку, послушаем. Алена Кореницына, Российская правовая академия, преминюстер Российской Федерации. Гению вопрос к Каспарову. Нет, у меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. Вот видите, гению сразу. Не хочет Каспарову. Задайте ему вопрос. Да нет, я хотела бы поинтересоваться у вас. Я давно слежу, интересуюсь вашей карьерой. Вы добились больших успехов на политической арене. И у меня возникает законоперный вопрос. Как вам все это удается? Как вы все успеваете? Вы не могли бы поделить... Объясняю. При коммунистах появились демократы слабые. И я помогал коммунистам душить демократов. Потом побили демократы. Я стал демократом помогать душить коммунистов. Сейчас появился во время путинского режима Каспаров-Касьянов. Я помогаю режиму душить их. Каспаровых... А потом будете помогать Каспарову-Касьянову душить коррупцию путинскую. И это и есть политика. Мы должны выиграть бой. И в бою не обязательно идти танками вперед. И не важно, на кого душить. А идти за танками, да? Танки подавят, а мы придем потом. Идите вперед и погибайте. Мы будем вас хоронить. Я очень люблю травмную процессию. С почестными. Очень люблю. Очень. Побеждать и хоронить, это единственное достижение России. Российское государство умеет побеждать. Мы только это умеем. Нам Берлин взять и хоронить. И хоронить. Все остальное мы не умеем. Все остальное мы должны купить. Вообще, вы знаете, мы еще в шахматы играли. Вы не заметили? Шахматы, да. Случайно мы прорываемся на дачи чемпионов. Вообще. Но футбол и все остальное уже не получается. И шахматы вы выигрываете. Потому что это великая страна, где сумасшедший дом всегда. И все шахматисты, они сумасшедшие. Серьезно? Мы порождаем чемпионов мира. А когда нужно играть уже классически. Классический вариант. Какой классический вариант? Любой другой. Судью купить. Судью купить, да? Даже это не можем. Даже это не можем. Да это уже не можем все. Вот эти 10 игры нам не надо провести в Сочи. Мы не умеем дать. Олимпийский комитет нужно всем заплатить. А смысл, чтобы провести в Сочи? Я думаю, бабки украсть. Нет. В смысле, чтобы провести сперва. Да кому проводить нас, там Куршевель строят. Да они же здесь шагат. Куршевель строят. Бабки потом. Кому же это надо? Гарри, нам провести Олимпийские игры. Так цели такой нет уже. Есть цель. У кого цель? На будущий год Лозанне будут решать. Где будут Олимпийские игры? Зальцбурги. Сами знали. Да. Поэтому я говорю, что мы не умеем. Даже дать не можем. Вот дайте нам задание взять Зальцбург, мы его возьмем. И Лозанну. Но выиграть там. Ничего не возьмете. Витуральный спор. Или по деньгам мы не можем. Все разворовали в армии тоже под вашим. Гении. Это делают гении. Гении. Воруют. Вот Шариков и рабочая христианская власть, которая в 18-м году пришла. Которых вы обворовали. И сегодня продолжается. Она ничего не может. И вы правы. Почему у нас с коррупцией нельзя бороться? Они примитивные люди. Хорошая пленка, знаете. Она 3 марта потребуется. Не умеют они даже брать не умеют. Пока они вот так вот не насыдятся, они сдохнут в деньгах. Господа, у нас осталось мало времени. Я предлагаю по очереди сейчас, чтобы каждый из вас подвел итог этого года в баллах, в долларах, в рублях. И сделал какой-то прогноз. Гарри Кимович, может быть, вы... Давайте, а то он скажет, что я ему мешал выступать. Мне такое могло в голову прийти просто. Не, ну я думаю, что сегодня Владимир Владимирович дал сказать мне больше, чем обычно своим оппонентам. Поэтому я уже считаю это победой моральной. Я думаю, что совершенно очевидно, власть действительно взбесилась. В принципе, с этим мы согласны. В 2007 году начнется, уже будет продолжаться драка за власть, потому что непонятно, то ли Путин будет уходить, то ли они пытаются его заставить остаться. Уже по телевизору говорят про какие-то темные кремлевские силы. В 2007 год, к сожалению, будет год нестабильности политической, потому что принять решение, которое позволило бы сохранить эту вертикаль власти, эта власть не в состоянии. И мы увидим очень много событий, вот этой схватки бульдогов под ковром в Кремле, которые станут уже достоянием общественности. И я полагаю, что оппозиция, несмотря на то, что говорит Владимир Владимирович, она будет набирать силу, потому что совершенно очевидно, когда в Кремле идут процессы дезинтеграции, необходимо иметь какой-то центр кристаллизации. Оппозиция, я надеюсь, в 2007 году сможет предложить идею кристаллизации, идею сохранения России, а не разворовывания, растаскивания по частям, как это делает сегодняшний власть. Еще раз подтверждаю вывод Гарри, что он пытается сказать, что политика и бизнес это разные вещи. Вся политика построена на деньгах, вся политика построена на лжи и на страхе. Это было всегда и будет всегда. Если вы хотите политику без денег, без страха, как наивные девочки выйдет, я вам говорю, нельзя. Всегда будет ложь. Коммунисты лгали, демократы, патриоты. ЛДП лжет постоянно. Зачем ты его переводишь? Я говорю про классический вариант. Второе. А вы нетрадиционно говорите? Седьмой год. Почему опасны Гарри, Каспаров, Касьянов, другая Россия? Действительно, в Кремле есть силы, которые хотят спровоцировать на введение по-настоящему тоталитарного режима. И за деньги, он даже не знает Гарри Каспаров, подсылают к ним нацболов, скинхедов, садят обстановку в стране, смотрите, фашисты. Смотрите, что происходит. Что они хотят? Они даже это не понимают. Что они слепое оружие для тех темных сил в Кремле, которые заставят Путина перейти. Фамилии. Не надо фамилии. Называйте фамилии. Вы же все знаете. Я вам говорю про суть, что вы сами против чего боитесь, против чего выступаете, способствуете приходу их власти. Нам нужно создать ситуацию. Те, которые хуже, опять фамилии. Называйте фамилии. Друзья, дело фамилии. Как Аранцева, кто вас будет бить дубинкой по спине? Петров, Сидоров, Иванов. Какая разница? Мы говорим про принцип, что вы своими действиями действительно подведете ситуацию. Россия не терпит демократии. Я попробую сейчас перевести. Я понял, знаете. Это смысл ее. Я в состоянии... Россия должна быть авторитарной, иначе ее не будет. Давайте уезжать в свободную Польшу. А Россия не будет. Она не может быть демократической. Моя страна 25 лет играла под флагом. Вы ее не сможете. Никто не предлагает уезжать. Это мы так, конечно, образно говорим. Я поддержу Владимира Вольфовича в каком плане? Я никогда себя не считал большим фанатом Путина. Но вот на одной из передач здесь, которая была посвящена 15 лет договора Беловежских соглашений, здесь сидел... Рыбачев не имел никаких денег. Цены на нефть грохнулись. Экономика находилась в кошмарном состоянии. Цены на нефть при Путине поползли вверх. У Путина бесконечное количество денег сегодня. Именно поэтому он в состоянии еще как-то ситуацию удерживает. Но то, что произошло за годы путинского управления, вот здесь я принципиально не ставлюсь с Владимиром Вольфовичем. Это как раз обратный вектор развития. Вертикаль власти миф. Все это на самом деле держится на соплях. И то, что мы введем позорную политику на Дальнем Востоке, то, что в принципе фактически сдаем Китаю все позиции, то, что сегодня Чечня командует Россией, это путинская политика. Согласен. Очень много плохого. Но на весах у нас стоит. Очень плохое. И крушение вообще. Понимаешь? Вообще крушение страны. Вот в чем проблема, что мы, если мы совершим сегодня Октябрьский переворот, как он был тогда, то уже говорит, слабый Керенский. Все летит там тарары. Ничего не получается. Войну проиграли. Везде банды. Что? Давай, вот они, большевики. Войну не проиграли, кстати. В 17-м году войну выигрывали, между прочим. Я вам говорю, я вам говорю, что ситуация была такая. Солдаты возвращались с войны. Бросали войну. Все. И сказали, давайте настоящую власть. Твердую власть. Сегодня, сегодня. Итоги 2006 года. На самом деле, мне кажется, все принципиально иначе. Во-первых, ельцинский, путинский режим, я бы рассматривал его как единую историческую такую субстанцию. Да. В принципе, да. Я вот с вами не согласен. Я думаю, что это совершенно разные вещи. Абсолютно не значит. Я не вызываю к вам осуждение. Если ельцин, демократ, а Путин продолжает его линию, то что вы, демократы, недовольны? Почему вы демократы? Я вообще в парламенте не был. Ваша фракция проголосовала за все бюджеты, за всех премьер-министров, по всем принципам вопросам вы поддержали правительство. Включая залоговую приватизацию. По всем вопросам вынесли. Я не был в парламенте. Я вам говорю. Подождите. Вы не считаете... Не о конкретных законах. Я говорю... Нет. Мы не говорим. Не о конкретных законах. Любимая ЛДПР, любимое детище президента в России. Правильно, естественно. По всем вопросам ЛДПР всегда поддерживала власть. Какая бы она ни была. Все акты ельцинской власти, кстати, против импичмента Ельцинского, вы тоже говорили. Тоже против голосовали. Поэтому очень важно понимать, что сложилась определенная система, никакого отношения к демократии не имели. Абсолютно никакого. Эта система была авторитарной с самого начала. Это единственный способ существования России. Вы этого не можете понять. Нет, не могу. Потому что я вижу обратный результат. Никогда другого в России не будет. Никогда не будет. Назовите период, когда Россия была демократической. Назовите. Когда? Когда она была демократической. Вы знаете, много стран никогда не были демократическими. Например, Тайвань никогда не был демократической. Это тоже не является. Мы говорим про нашу страну. Мы говорим о том, что наша страна не может сейчас плестись в хвосте развития. Нам нужна модернизация страны, а не чудовищная коррупция. Это власть. Во-первых, вы говорите про власть, которая укрепляет страну. Но не может укреплять страну власть, руководство которой держит свои деньги, личные средства за рубежом. Вот отсюда причина, почему она не может по-другому действовать. Как не может? Вы называли эту причину? Может быть, вам одну партию организовать, если вы согласны? Все деньги за рубежом и оттуда контролируют нас. Что мы даже сделаем? Это Путину вопрос. Вот ровно это мы и хотим. Мы хотим, чтобы Россия стала самостоятельной. А не до пока она была при Ельцине и Путине. Когда прутинский дружок брать или его дружки Горщики Брата и Петимченко. Это власть, связанная с Западом. И деньги там, мы ее обрываем. Это власть коррупционная. Согласен. Согласен. Мы ее уничтожаем. Что мы с ней делаем? Что мы с ней делаем? Уничтожаем ее. Что мы делаем? Мы проводим нормальный выбор. Если вы победите на выборах... Вы чистые демократы. Да нет понятия чистые демократы. А что такое чистые демократы? Это такое же бессмысленное слово, как пашистик. Объявим свободный выбор. Объявили, отлично. И проиграет и Путин, и партия «Единая Россия». Кто приходит к власти? Не знаю. ЛДП. ЛДП. Может быть вы даже. Лиска. Может быть даже вы. Лиска. Может быть даже вы. Давай. Подождите. Огромная страна. А вы ходите к власти прийти? Огромная страна. Мы убираем действующую власть. Да не убираем власть. И говорим. Власть уходит на выборах. Уходит. Да. Все. Она ушла. Прекрасно. Пришли другие. Кто пришли? Голодранцы. Бедные. Ничего не берут. Ничего не знают. Все уезжают из России. Все с деньгами. Какие кошмары. Уезжают. А куда же они поедут? Они поедут туда, где их деньги. Уже уехало 15 миллионов. Еще уедет 10 миллионов. Вы останетесь с Санфиловым, с Шандыбином, с Лимоновым. И с Жириновским. И с Жириновским. И с вами. А вы тоже уедете. Мы будем отстреливать вас. Кого? Вас здесь оставшиеся. А вы знаете, что могут стрелять по очереди люди? Вот. И конечный итог. Гражданская война. Так это то, что вы будете запутывать. Вот то, что вы хотите сделать. Вы понимаете? Поэтому все идут голосовать за единую Россию. Все кончатся гражданская война. Жириновский предлагает голосовать за единую Россию. Нет. Не надо. Каспарова, что ли? Не надо. Я просто ему объясняю. Нет. Вы объясняете, не надо. Он прав, демократия плохая, но не хочет видеть конечный результат. Нет, нет, демократия. Конец результат, гражданская война, октябрь 17-го. Никакой гражданской войны. Гражданская война это... А так что будет? Гражданская война была в последний эпизод, в 93-м году, кстати, был. Между прочим. А почему он был? Потому что не хотели договариваться между собой. Да, и сейчас, и сейчас. Нет, это вы не хотите договариваться. Мы как раз считаем, что должны быть правила нормальные для всех. Кто победит на выборах, второй вопрос. Гарри, я объясняю еще раз. При нормальных правилах победит оппозиция. Или вы, или коммунисты. Никто другой не победит. Коммунисты и оппозиция. Зубланов Кремлевский вместе с вами. Тем более, что вы побеждаете. Все. Побеждаете только вы. Новое движение, другая Россия. И чем это кончится все? Я еще раз говорю. Что-то кончится не для вас, для страны катастрофой. Вот это жалко. Вы взяли, я не понял. Ну как опять кого-то. Вы знаете, я видел начальников... Вы понимаете, что вы начнете борьбу с коррупцией, правильно? Начнете борьбу? А нельзя с коррупцией бороться? Нужно и нужно. И нужно, да? И вы начнете. Так. Вы должны будете убрать миллион чиновников. Семь генералов. Весь офицерский корпус. Всю милицию. Все сгнило. Все уберет. То есть коррупция хорошо. Россия стоит на коррупции. И будет коллапс. Коррупция система в России. Вот пробки в Москве. Да. Вот так будет все остановиться. Все остановится. Вы так думаете? Да. А может остановиться? Все остановится. А почему пробки в Москве? Все остановится. А может быть потому, что она приватизирована Лужковым? Согласен. Убирайте московское правительство и рушится все в Москве. И все рушится. Да. Вот в чем проблема. Вы это понять не можете. Нет. Я как раз могу понять. Я не согласен по всем описателям моментам. Но диагноз таков, что если наводить порядок, я был его оппонентом. Я говорил. Если им оппонентом был. Если вы голосуете за Ельцина, то страна рухнет. Будет гражданская война. Будут болезни. У вас в 93-м году была масса возможность. 91-й. Господа, вы должны вас прервать. Давайте маленький тостик. Я был прав. Давайте вопрос. Я был прав. Нет. Давайте сейчас тостик за консенсус. Да. И выходим на рекламу. Да. У нас диспут идет во время рекламной паузы. Но мы все-таки дадим еще слово зала Владимира Горюнов. Добрый вечер, Владимир Горюнов. Ассоциация политических экспертов и консультантов. А давайте мы попробуем распутать весь этот клубок, который здесь образовался в течение двух предыдущих частей передач. Я согласен очень со многим, что говорили оба эксперта. Мы с вами эксперты. Ну, политики, хорошо. Извините. Я привык. И с тем, как Гарри Кимович описал ситуацию в Чечне и с влиянием Чечни. И с тем, что, собственно говоря, многие вопросы, не многие, а практически все вопросы не решаются по, грубо говоря, причине того, что вся наша элита действует по известному изречению Матфея. Где сокровище твое, там будет и сердце твое, а сокровище ее находится, как известно, за границей. Только у меня один вопрос-то, а кто в этом виноват? Гарри Кимович. А у господина Касьянова нет за границей никаких счетов? Гарри Кимович, я очень хорошо помню и 90-91 год. Вы были в самом руководстве демократической России. Значит, все эти, так сказать, всю эту систему отстраивали, если не вы лично, то ваши друзья единомышленники, да, так сказать, по демократической России. Это их стараниями было, так сказать, создано. Значит, если что, чиновники, так сказать, при Ельце не воровали, они не воровали столько, но, простите, зато, так сказать, вот ваши так называемые предприниматели предприниматели очень здорово превращались в олигархов и вообще без всякого, так сказать, внедрения в страну уводили эти деньги туда же за границу. Владимир Ольфович, вы очень здорово ратуете за, так сказать, Россию, при этом вашими руками и вашими словами. Владимир, можно забывать вопросы? Давай по очереди, тогда Гарри Кимович сейчас ответит. Я не вопрос задаю, я делаю комментарий. Вашими устами и вашими словами в этом году было, так сказать, осуществлено колоссальнейшее же наступление на русской патриотической стране. Движение в стране, да, и разгром, ну, так сказать, как бы вашу борьбу с Родиной, все прекрасно все видели. Фальшивка Родины, Республика, не знаю, фальшивка. Ну, конечно, нет, ну, давайте не будем, так сказать, говорить, кто из нас фальшивка. Это прямо сделано, вас обманывают, вас все достали, обманули вас демократами. В этом случае Родина, в вашей партии, не голосовала против эпично-то Ельцину, да, не надо. А вы голосовали против, когда, так сказать, не хватало у коммунистов. Ну, я это помню, все хорошо, да. Все же буду коммунистов поддерживать, но я не коммунист. Господа, может быть, ситуация такова, что, да, Россия, наверное, так сказать, как бы станет другой и возродится, но после того, как ее возрождать будут не те люди, которые сейчас в той или иной степени находятся либо у власти, либо у денег. Спасибо, Владимир. Гарри Кимович, вопрос вот, действительно, я попробую тоже провести. Потому что я считаю, что действительно истоки, истоки сегодняшних проблем надо искать в 90-м, 91-м, 92-м, 93-м году правильный. А у вас был такой путь, я смотрел, что все демократы тоже были недемократами. Нет, подождите, на самом деле... Вы же были и в ЦК Капуиске, и в Коммунистической партии. Ну, естественно, было, что я себя герою не порчил, между прочим. Потом в демократической партии выбора Гайдаровской. Нет, Гайдаровского угря не было ничего. Значит, в 91-м году, на самом деле, произошло очень неприятное событие, потому что номенклатура, в принципе, сохранила свои позиции. Вот, значит, очень важно понимать, что то, за что ратовали в 91-м году на Манежной площади, не было реализовано. Гайдара и Чубайса на Манеже не было. Это кабинетные чиновники, которые прошли через приемную Бурбулеса к Ельцину и создали так называемое правительство Камикадзе. Значит, я всегда говорю про это правительство, что те, кому там не повезло, стали миллионерами. Гарри, не надо мелочи. Человек задал вопрос, что все то, что вы сейчас сказали, плохое про нынешний режим, все это было сделано при Ельцине. Заложено. Да, да. И, кстати, все. И вы правильно говорите, что они не были демократы. И вы не демократы. А, нет, секундочку. И коммунисты у нас не коммунисты. Подождите, я вообще считаю, что на самом деле в России есть много разных людей. Понимаете, давайте вот честно скажу, здесь сегодня проходят свободные выборы. Вот просто свободный выбор в парламент. Побеждают две партии. Это РФ и ЛДП. Значит, неправда, значит, мой прогноз принципиально иной. Значит, на самом деле партий будет очень много. И КПРФ, и ЛДПР пройдут, безусловно. Но не будет ни у кого явного большинства. Очень много партий, если всем дадут возможность участвовать нормально без этих запрещений. И будет такой разношерстный парламент. Правильно, можно. Какой в первом парламенте? Секундочку. Двенадцать партий. И учиться договариваться все равно придется, если мы хотим спасать свою страну. Согласен. Но не я же это делаю. Это власть вас боится. Я вас не боюсь. Как это я не понимаю? Власть боится. Вы как раз и все. Да вы боитесь, что. Из двух зон выбираем. Они не хотят, чтобы было много. А вы хотите, чтобы вас было много. Вам выработали удивительную форму. Такое индивидуальное частное предприятие, в принципе, ЛДПР. Блестяще работает, блестяще работает. Должен сказать, что как бизнесмен вы удались. А политика это отношение, с моей точки зрения, не имеет. Потому что вы точно знаете, что можно делать, а что нельзя делать. Интуиция феноменальна. В отличие... А это и есть политика. Соловьевы и Мавроди в тюрьме, а вы в госбурге. Соловьевы и Мавроди в тюрьме, а вы в госбурге. Или политика, или гражданская война. А у вас бизнес. У вас бизнес. А это и должно быть бизнесом. А чем это должно быть? Нет, политика не может быть... А как она? А где она находится? Как? Президент, это что, не бизнес? Министр, это же не бизнес? Бибернатор, это все бизнес, конечно. Как это? Торганули должностью. Торганули должностью. Все продается и все покупается. А что, вам? А вам не платили за чемпиона мира по шахматам? Я выигрывал это. Правильно, и мы выигрываем. Власть выигрывает. Нет, президент. Мы вас оболваниваем, мы выигрываем. О, идеи не получаются. Да, да, да. За вас. Нарушание закона. Конституцию нарушать. Закон нарушаете. И вы нарушаете. Спортсмены допинг упрямляете. Колоссный победил. Такая разница. Ладно, давайте сегодня в футболе 5 миллиардов, 50 миллиардов долларов. Я не в футбол играл, если вы не хотите. Господа, послушаем, как устанет женщина, глаголит истина. Владимир Вольфович. Все мужчины не имеют любовь? Владимир Вольфович. Все имеют любовь. Все имеют любовь. Владимир Вольфович. Все чиселы. Пожалуйста. Все грязные. Все воры. Вопрос из зала. Владимир Вольфович. Господа. Воры, жицы и подлецы. Весь мир. Весь мир. Коллеги. Коллеги. Ну вы многое знаете на собственном опыте. В родильном доме. Сейчас я сниму. За вас в Вакуу в родильном доме ваши родители платили. Акушерки платили. Вы что, не знаете об этом? Владимир Вольфович. Такой обычай. Берут владельца приезжать, нужно ждать. То есть раковую опухоль трогать нельзя. Да. Время. Но рак смертелен. Вы это понимаете? Это деньги. А вы как Кашпировский будете заговаривать ей опухоль, чтобы она уходила. Рак у одного человека, он бы погиб. Но раковый опухоль, как говорите, деньги, это люди живут, наслаждаются. Да не работает система, потому что вся система нацелена на обогащение чиновников. Вы с этим согласны? Но это лучше, чем гражданская война. Вы как не можете понимать? Гражданской войны как раз не может быть, если мы все-таки попытаемся этого чиновника коррумпироваться. Обуздать. Обуздайте. Так. Аресты идут каждый день. Кого арестовывают? Мэры городов. Главы администрации. До своей разборки между собой. Между собойчик там. Я вам говорю. Зурабов не поделился с кем-то. Если не между собойчик, то это перестрелка на улицах. Вот Хамас и Фатк в Палестине. Вот там между собойчик. То есть вы строите систему такую же, что нас тронуть нельзя. Нет. Сейчас у власти Хамаса. Мы хотим России как раз. Я вам говорю, Палестина никогда не успокоится. Никогда не успокоится. И если вы будете действовать... А вы строите систему такую же, трогать нельзя. Да. Троните, все рухнет. Все, да. Поэтому сидит тихо. А вы хотите эксперимент? Ну, у нас было два эксперимента. Два было. Октябрь 17-го и 91-й. 89-й и 90-й. Было уже. Если бы не было, я вас поддержал. В 91-м году... Ну, дважды мы уже. Дважды мы вас провозим. Это же проблема. Владимир Вольфович. В этом вы опасны. Самая отличная передача, это когда я могу просто стоять, бухать там и подливать гостям и ничего больше не делать. Ну, мы еще дадим немножко слова ребятам из зала. Дайте, дайте. Вот вопрос хотят задать. Дайте ребятам, я готов помолчать. Да, Виталий Золочевский, Институт мировых цивилизаций. Подскажите, пожалуйста, вопрос господину Каспарову. Вы были участником марши несогласных. Под лозунгами несуществующей МБП, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Вы тоже стали маргиналом? Или вы... Подождите, я еще не закончил. Я не закончил. Вы передернули в вопросе сразу. Я не передергиваю. Сталин, Берия, ГУЛАГ – это не лозунг МБП. Так, дальше. Хорошо. Вы тоже будете себя приковывать наручниками, захватывать администрации? И вообще, куда вы ведете свои пешки? Стали маргиналом? Так, значит, очень важно. Сталин, Берия, ГУЛАГ – лозунг был поднят провокаторами, молодогвардейцами. Причем в толпе, когда лозунг держится 90 секунд, камера российского канала должна была стоять в нужном месте. Это была типичная провокация, как и все, что показывают по телевидению. Значит, теперь, молодые ребята из МБП высказывают свой протест политический. Это нормальное левое радикальное движение. Это не маргиналы. Во всем мире эти люди пользуются уважением. Они защищают общие права. Общие права. Они говорят про демократию, они говорят про возврат вкладов. Кстати, а что до Госдумы не следить за выполнением законов о возврате вкладов? Следим. Не следите. Не следите. Вам сколько лет? Мне достаточно. Я помню, что 91-го года. Через 20 лет и вам дадим. Сейчас идет кому 70 лет. Давали кому 90, 80, сейчас даем кому 70 лет. Все неправда, значит, потому что в 95-м, 96-м году были приняты законы о индексационном выплатах. Вы это не делаете. Гарри, в 96-м году мы приняли закон о отмене ратификации Беловецких соглашений. Это означает восстановление Советского Союза. Мы его остановили? Нет. Мы же приняли. Сейчас есть 100 миллиардов в студенционном фонде. Марк 96-го года. Мы отменили Беловецких. Значит, в принципе, очень важно, что сегодня есть смелые ребята из разных организаций, которые отстаивают свои конституционные права. И говорят они именно о социальных лозунгах, а говорят не о себе, а о том, что можно и нужно сделать для всей страны. И то, что власть так жестко с ними обращается, это просто показывает, что власть боится любой формы организованного протеста. А маргиналы не мы. Маргиналы это молодая гвардия нашей, которая за деньги устраивает провокации. Власть не боится, Гарри. Она обеспечивает безопасность всех граждан. Вы видели безопасность? Вы 16 декабря на улицах Москвы были? Был. Были? Был. 8,5 тысяч. ОМОН. ОМОН. Собачки. А зачем? Вертолет. Вертолет. Колючая проволока. Тренировка. Черемуха. Тренировка. Репетиции. А почему репетируем? Ведь я в 91-м году ЛДПР. Мы в открытую поддержали ГКЧП. Кто был прав? Мы. Ведь мы поддержали. Если бы ГКЧП выиграло бы, сегодня оставалась великая страна. И была бы другая экономика. Все по-другому. Вы были за ГКЧП? Да, был за ГКЧП. Нас говорили, что мы фашисты. Запретили партию на территории Москвы на месяц. Оно прошло 15 лет. Ну все в порядке, Владимир Владимирович. Все в порядке. С вами ничего не случится. Так и все. Я за вас не волнуюсь. Я откровенно говорю. За вас не волнуюсь. Подавлять любые выступления против власти. Самым жестоким образом сохранить страну, население, экономику и деньги. Значит, вот типичный момент. Значит, в принципе. Подавлять. Должны привлекать вас за статью по подрыву конституционного устроя. Потому что вы сейчас... Я говорю, в интересах государства. Нет, нет, нет. Это как раз та самая статья, по которой сейчас привлекают многих оппозиционных активистов. Правильно. Вы требуете нарушать Российскую Конституцию. Да, требую дальше. Это очень важно. Вы требуете нарушить Российскую Конституцию. Нет. Потому что вы говорите о том, что подавлять независимо ни от чего. Мы выходим в полном соответствии. Уже есть уголовное дело Владимира Вольфовича уже. Законы, которые вы же приняли, ваши же драконовские законы, мы все равно по ним действуем. И вы их же нарушаете. Вы, Лужков, Нургалиев. Царь не занял жесткую позицию и рухнула Великая Российская империя. Горбачев не занял жесткую позицию. Да у царя немецкие шпионы были в окружении. Так же сейчас Путин отчетен в Вашингтолском обкоме. Поэтому вынужденная мера. Еще раз говорю. Гарри, не надо обмануть молодежь. Ведь миллионы нас услышат и увидят. Миллионы, благодаря вам. У нас с вами. Это молодежный телеканал. У нас с вами. Как гаранится? Интернет идет. У нас он вышел сюда, уже через спутник можно и в Австралию. А давайте месяц поговорим вот так вот на первом канале. Интересно, сколько времени эти рейтинги будут держаться? Поговорим там о путинских другах, об этих миллиардах, о том, откуда у Абрамовича деньги. Все плохое, что вы говорите, я согласен. Мы с вами отличаемся в методе лечения. Давайте представим Россию больной человек. Вы готовитесь к похоронам, а я хочу, чтобы страна ожила. Вы хирург и я хирург. Вы говорите, надо делать операцию. Вы требуете опору. Я говорю, не надо делать. А я сказал, больной умрет. Нет, будем обязательно. Не хочу, чтобы больной умирал. Я даю лечение, и больной выздоровеет. Вы говорите, я сделаю операцию, мы имеем право, у нас есть лекарства. По конституции я имею право подойти к нему. Вы имеете право подойти, я вас не пущу. А почему? Потому что вы уничтожаете больного. Нет, все. Так вы, да, вы врач, вы уничтожаете больного. Это отличный консилиум. Нет, допущу. Да вы даете больному наркотики, морды колите, чтобы никто ничего не чувствовал. Государство имеет право принять меры безопасности. Государство имеет единственное право. В интересах большинства. Нет, это не большинство. Это кучка людей, насквозь коррумпированных чиновников, меньшинство, которое защищает себя. Государство имеет право выполнять закон, который существует в стране. Вы, кстати, эти законы принимали. Я требую ровно одного, чтобы государство защищало порядок. Законно. У вас есть проблемы? Вот так же говорили демократы в 88, 7, 9 и так далее. При выборах президента Ельцина, они так говорили. Белосудие за Ельцина, и страна расцветет. У нас будет демократия. А я говорил. Это Ельцин понял. Ельцин 9 лет был и понял, что если оставить демократов у власти... Каких демократов? Еще 5 минут, и я вступлю в ЛДПР. Ну, я вам объясняю еще раз. Горя Кимович, на самом деле. Мне не важно, режим, я говорю про режим, что Россия не терпит демократии. Я попробую сейчас перевести. Я понял, знаете, что Россия должна быть авторитарной, иначе ее не будет. Давайте уезжать в свободную Польшу, а Россия не будет. Она не может быть демократической. Моя страна 25 лет играла под флагом. Вы ее не сможете. Никто не предлагает уезжать, это мы так, конечно, образно говорим. Я поддержу Владимира Вольфовича, в каком плане? Я никогда себя не считал большим фанатом Путина. Ну вот, на одной из передач здесь, которая была посвящена 15 лет договора Беловежских соглашений, здесь сидел... Горбачев не имел никаких денег, цены на нефть грохнулись, экономика находилась в кошмарном состоянии. Цены на нефть при Путине поползли вверх. У Путина бесконечное количество денег сегодня. Именно поэтому он в состоянии еще как-то ситуацию удерживает. Но то, что произошло за годы путинского управления, вот здесь я принципиально не ставлюсь с Владимиром Вольфовичем. Это как раз обратный вектор развития. Вертикаль власти миф. Все это на самом деле держится на соплях. И то, что мы введем позорную политику на Дальнем Востоке, то, что в принципе фактически сдаем Китаю все позиции, то, что сегодня Чечня командует Россией, это путинская политика. Согласен, очень много плохого. Но на весах у нас стоит очень плохое. И крушение вообще, понимаешь? Вообще крушение страны. Вот в чем проблема, что мы, если мы совершим сегодня Октябрьский переворот, как он был тогда, тоже говорит, слабый Керенский, все летит там тарары, ничего не получается, войну проиграли, везде банды, что, давай, вот они большевики. Войну не проиграли, кстати. В 17-м году войну выигрывали, между прочим. Я вам говорю, я вам говорю, что ситуация была такая, солдаты возвращались с войны, бросали войну, все. И сказали, давайте настоящую власть, твердую власть. Сегодня, сегодня, сегодня. Итоги 2006 года. На самом деле, на самом деле, мне кажется, все принципиально иначе. Во-первых, ельцинский, путинский режим, я бы рассматривал его как единую историческую такую субстанцию. И в России начала потихоньку создаваться оппозиция, не та, которая обычно выпестовывалась в Кремле. И вот то, что начала появляться вот такая политическая коалиция, как другая Россия, включающая разные совершенно политические силы, согласные с тем, что вектор развития сегодня страны принципиально неверен. И что нужно восстановить демократические нормы и решить самые-самые горящие социально-экономические проблемы. То, что эти столь разные политические силы, как левые, а также и либеральные, смогли найти общий язык и вместо вот этой традиционной конфронтации в России научиться искать компромисс, я думаю, что это на самом деле важный шаг вперед. И неважно, как говорится, как дальше будет продолжаться вот выстраивание этой конструкции. Появилась принципиально иная концепция, которая может принести успех. Вот я здесь не соглашусь. Неважно фамилии, название партии, но мы должны выбрать с вами. Очень высокий уровень демократии, и я за нее. Я со многими согласен, что происходит в нашей стране. Но чем выше будет уровень демократии, тем быстрее еще раз рухнет страна. Поэтому все, кто за свободы, за демократию, должны выбирать, в какой стране они хотят жить через 20 лет. В маленькой Московской республике, окруженной враждебными государствами, или в большой стране России, которая еще является большой. Вот этого мы не хотим понять. Царь был плохой? Согласен я. Кто пришел? Слабый Керенский. Он плохой? Кто пришел? Ленин и Сталин. Они плохие. Брежнев и Ельцин. И Ельцин, да? Они ушли. Кто пришел? Ельцин и Путин. И опять мы все недовольны. Какой режим мы хотим? Если бы сейчас сказали, что мы испытали монархию, она сгнила, советский режим сгнил, демократия у нас не пошла, дайте нам пиночета. Все, я бы пожал вам руку. Но вы снова хотите развивать демократию, и вы правильно говорите, можно по-другому, другие демократы. Но итог будет один и тот же. Гибель нашего государства. Вы понимаете? Вот, например, проводим свободные выборы. Вы приходите к власти. Косянов, Каспаров, Рыжков, Лимонов. Что будет со страной? Ей будет конец. Вы понимаете, что вы в Кремле посидите полгода-год, и все закончится крахом? Очень опасное явление. Вот говорится, что с терроризмом стало лучше. Вроде там в Чечне мы что-то порядок навели. Явление называется кадыровщина. Значит, кадыровские бандиты просто уже наводят порядок, как они считают, в российских городах. Значит, там вот разборка в Питере какая-то там по переделу собственности. Мясо комбинации Сапсон. В Москве просто, ну не среди бела дня, а это было вечером, тем не менее, просто там выясняют отношения, совершают убийства. То есть, на самом деле, становится очевидно, что чеченская война закончилась для России поражением, потому что мы платим дать бандитам. Они просто поменяли форму сегодня, одели российскую форму, а для России это колоссальное унижение. Вот, и я очень боюсь, что эта тенденция в следующем году будет набирать силу, потому что кадыров ясно играет в собственную игру. И никакого способа контролировать его нету, то есть он диктует условия. Горей Кимович, я вынужден вас прерывать. Мы сейчас выйдем на рекламу, а я бы хотел, чтобы вы с следующего рекламного блока, вернее, после рекламного блока, какие-то рассказали положительные события, если они, конечно, есть. Спасибо. Вы смотрите «Политкоктейль» с Филиппом Леонтьевым. Мы продолжаем общаться о внутренней политике и о итогах года. Мне кажется, Горей Кимович, то, что вы сказали, что власть сросла с деньгами, это не отрицательный момент, а даже положительный. Потому что, не дай бог, если бы они были еще и без денег, то нам пришлось бы ожидать плохих событий, потому что эти деньги опять бы перетекали куда-то. Так они и перетекают сейчас? То же самое Лонган и перетекают. В Макеавелле любая смена власти, это всегда падение рейтинга, можно сказать, государства, силы государства. И мне кажется, что люди, то, что у них есть какие-то деньги, это нормально. Мне кажется, что чиновники должны быть обеспечены, ну, конечно, должно быть открыто, прозрачно и за счет заработных плат, а не других каких-то бизнесов. Горей Кимович, какие-то еще положительные моменты вы находите? Ну, я принципиально не согласен с тем, что тотальная коррупция в России, это явление положительное. Ну, хорошо, это вы сказали. Мне кажется, что очень важно, что на самом деле... Один на один. Да, очень важно, что люди в России, многие сегодня начинают понимать, что эта ситуация далека от иллюзорной стабильности виртуальной, которую показывают федеральные телеканалы. Игорь Кимович, Ваше, вот хотелось бы тоже, чтобы Вы разделили какие-то события в этом году положительные и отрицательные, именно во внутренней политике. Ну, по-разному, на самом деле, выглядит. Там из Госдумы видно одно, а мне как-то вот почему-то видно другое. Откуда видно? Ну, мне просто, на самом деле, не из Госдумы, в принципе. Я и по стране поездил много, и в этом году, и в прошлом, все-таки, почти 30 регионов за полтора года посмотрел от Владивостока до Калининграда. Значит, безусловно, произошло полное закрепление авторитарного режима, который сейчас делает все, чтобы стать несменяемым. Да, в данном случае путинский режим, хотя он ассоциирует не только с Путиным, а конкретно с системой, которая делает все, чтобы выборы превратились в фарс. То есть, дополнительные законы были приняты, проштампованные Госдумой. Делается это у нас обычно за буквально, я не знаю, 12 минут, в принципе, 3 минуты на 4 фракции. Очень много нарушений было в процессе принятия вот этих законов всяких там антиэкстремистских и прочих, которые сейчас используются именно против политической оппозиции. Значит, не знаю, о каких 300 предотвращенных тарактов говорит Владимир Львович, конечно, там на ней секретная информация в Госдуме, но то, что сейчас антиэкстремистический центр занимается регулярным выслеживанием оппозиционных активистов и предотвращением их участия в каких-то разрешенных конституционных акциях протеста, это очевидно. Вы говорите о процессах, о событиях каких. Так это на самом деле, в принципе, это законы, которые принимались в этом году. Просто Владимир Львович сказал про одни законы, я говорю про другие, которые, например, там вот этот вот последний закон. Так отрицательный он. Ну да, нет. Об осмении явки, наверное. Нет, но на самом деле очень важен закон, который там, скажем, любую критику государства-чиновника считает проявлением экстремизма. Или, например, закон об экстремизме. Этых законов было много принято, но еще параллельно принимались другие законы, которые власти реально и нужны, потому что власть у нас давно уже срослась с деньгами, это классическая олигархия сейчас в России правит. Это, значит, все законы, которые, скажем, лесной, лесной кодекс, водный кодекс, сейчас градостроительный кодекс принят. Это все позволяет, позволяет власти делать практически все, что угодно. Вот у вас в доме, там, или рядом с домом могут строить что угодно, хоть ядерный реактор. Экологические экспертизы отменяются. То есть идет тотальный процесс приватизации государства теми, кто находится сегодня у власти. Еще очень кратко, а Путин продолжает его линию, то что вы, демократы, недовольны? Почему вы, демократы? Я вообще в парламенте не был. Ваша фракция проголосовала за все бюджеты, за всех премьер-министров, по всем принципиальным вопросам вы поддержали правительство. Получая золобовую приватизацию, по всем вопросам. Почему я? Я не был в парламенте. Я вам говорю. Подождите. Вы не все так. Они не демократические законы. Я говорю. Нет. Мы не говорим. Нет. Не о конкретных законах. Любимое ЛДПР, любимое детище президента в России. Правильно, естественно. По всем вопросам ЛДПР всегда поддерживал власть. Какая бы она ни была. Все акты ельцинской власти, кстати, против импичмента Ельцинской, вы тоже голосовали. Они не голосовали, что пытаются вспомнить. Существуются, естественно. Поэтому очень важно понимать, что сложилась определенная система, никакого отношения к демократии не имеющая. Абсолютно никакого. Эта система была авторитарной с самого начала. Это единственный способ существования России. Вы этого не можете понять. Нет, не могу. Потому что я вижу от обратный результат. Никогда другого в России не будет. Да потому что. Никогда не будет. Назовите период, когда Россия была демократической. Назовите. Когда? Когда она была демократической. Вы знаете, много стран никогда не были демократическими. Например, Тайвань никогда не был демократическими. У меня вообще не является. Мы говорим про нашу страну. Мы говорим о том, что наша страна не может. может сейчас плестись в хвосте развития. Нам нужна модернизация страны, а не чудовищная коррупция. Это власть, во-первых, вы говорите про власть, которая укрепляет страну, но не может укреплять страну власть, руководство которой держит свои деньги личные и средства за рубежом. Вот отсюда причина, почему она не может по-другому действовать. Как не может? Вы называли причину, что если все деньги за рубежом и оттуда контролируют нас, что мы должны сделать? Это Путину вопрос. Вот ровно это мы и хотим. Мы хотим, чтобы Россия стала самостоятельной, а не до того, как она была при Ельцине и Путине, когда Путинский дружок Абрамович или его дружки Гарри. И берем вариант. Это власть, связанная с Западом и деньги там, мы ее обрываем. Это власть коррупционная. Согласен. Мы ее уничтожаем. Что мы с ней делаем? Что мы с ней делаем? Уничтожаем ее. Что мы делаем? Мы проводим нормальный выбор. Если вы победите на выбор, вы побеждаете на выборах. А вы чистые демократы. Да нет, нет понятия чистые демократы. А что такое чистый демократ?